Здравствуйте друзья с вами Феликс и этот ролик снимаю несколько часов спустя после того как снял и выложил вот этот в котором по ходу ролика я обещал у меня там нули были так сказать рассказать про них но был звонок на телефон я спутался и забыл об этом сказать но получилось как-то даже еще лучше и вот даже один из зрителей написала про нули обещали рассказать но не рассказали так сейчас рассказываю про нули про нулей которые были вот здесь буквально несколько часов назад 3-4 часа назад сейчас здесь совсем все по-другому слава богу какому выводу я по этому поводу пришел вот здесь вот у нас вот есть такая вот кнопочка я сначала изучил вот эту статистику это здесь показывается ваша статистика как продавца здесь есть разные вот и отзывы о вас репорт суммарный ваш итог какой вы продавец и вот это окно показывает в процентном отношении ваша ваш показатель по отправке у меня последняя отгрузка здесь было у меня сто процентов сейчас стало слава 50 по по итогам 30 дней то есть прошу прошел срок здесь я ничего уже сделать не мог это от меня не зависело получилось это потому что один из моих поставщиков скажем так с ebay у которого я три-четыре товара брал до этого один из поставщиков с ebay он все делал вовремя четко и конкретно вот тот товар я взял у него и он не ответа не привет я ему пишу пишу там даже если там что-то не можно и ничего я не возврат не буду брать ничего просто ты мне напиши хоть сделаешь не сделаешь а дальше уже я сам сориентируюсь в общем он затянул до того что мне пришло одно письмо от амазона что там же сроках по отгрузкам существует что вы запаздываете там со сроками отгрузки пришло это письмо я его бомблю с с одной стороны и можно было бы купить у кого-то другого и отправить но вдруг и он тоже до отправит там и получится две отгрузки на один адрес ну тоже не хорошо бы было в принципе ну так получилось что и и ко второму письму он мне ничего не ответил ни ответа не привета как говорится и там срок отгрузки там например от 4 до 14 дней он где-то уже там в конце срока сделал все-таки заказ ордер сделал там отправил эту посылку я подтвердил но уже как говорится показатель упал показатель упал еще что я так для себя заметил вот на профессиональном аккаунте есть вот такая вот такое вот окошко на индивидуальном его не было здесь вы высвечиваются те товары которые у вас в листинге дороже чем в общем количестве участников вот этого листинга то есть тем кому мы подключаемся допустим там у нас высокая цена по сравнению с самым первым самым верхним и вот таких листингов у меня ну было так скажем вот это подсказка амазона опять же процентном отношении здесь все исчисляется в процентах вот не в штуках а в процентах и заработок тоже то есть если у вас в листинге допустим 60 товаров из которых 30 выше чем в остальных подключаемых то получается что половина ваших товаров дороже общей картины из всей но если те же 30 товаров у вас опять же на по той же цене но среди там 500 700 товаров то в процентном отношении у вас общий показатель по доступности по ценовым по ценовым критериям он нормализуется если у вас же допустим опять еще раз повторю если этот процент в общем листинге вот этих дорогих товаров он большой это тоже он насколько я понял это тоже отрицательный фактор потому что на это amazon просто так внимание не обращал и здесь уже можно было чуть-чуть поработать везде где возможно я еще раз пересмотрел цены уменьшил свои листинги там вот в инвентаризации где галочки стоят что он дешевая цена самая низкая цена в этой в этой позиции все что можно подправил вот чтобы было так чтобы опять же общая картина у меня более-менее стабилизировалась это действие плюс на 50 процентов у меня показатель упал это где-то дня три-четыре назад и вчера уже ночью вчера ночью amazon посчитал меня за продавца скажу так и мне пришел вопрос от покупателя который касается одного из товаров которые в моей ну у меня есть то есть это тоже своеобразный показатель о тех товарах которые вы продаются на амазоне задаются вопросы они не конкретно к вам продукту и amazon как бы через свои какие-то алгоритмы рассылает этот вопрос продавцам данного продукта мне и этих вопросов не приходило хотя до этого я запарился на них отвечать скажу так постоянно каком-нибудь моем продукте мне приходили вопросы но и благодарность конечно пришла амазона что вот это тогда было что вот спасибо вы хорошо относитесь к данным функциям продавца на сайте ну и вот как говорю вчера ночью на уже пришло письмо им это был для меня хороший знак такой колокольчик что меня посчитали за продавца и вот буквально несколько минут назад вот у меня произошла продажа то есть мои товары начали поступать в показ это было вот час назад пока я подготовил тут то что хочу снимать выпил кофе и так далее 8 то есть я не скажу на все сто процентов ребята и девчата но в принципе знаю по каким алгоритмам работают вообще поисковые системы по каким алгоритмам вообще вы выдаетесь в показ будь то сайт будь то блок будь то видео с вот на канале ютуба она в принципе больших различий нету больших различий нету есть свои нюансы и сегодня на одном вебинаре я его конечно посмотрел прощальный вебинар мол наши специалисты изучили алгоритмы амазона и у вас будет в общем небо в алмазах так вот я вам так скажу что если кто-то сможет изучить алгоритмы амазона тот будет миллиардером он будет богаче владельца амазона это это как вам сказать они могут знать в общих чертах знать алгоритмы это знать как продать любое извините меня дерьмо которое будет в первых позициях этого быть не может те кто хоть немного занимался вот сео продвижением и подобными вещами они прекрасно понимают о чем я говорю теперь вот в письме есть с ку по которому мы легко находим товарная это показывал переходим у меня этот инструмент есть наш товарищ и друг коллега не получается мне с ним связаться связаться потому что мы очень в различных поясы поясовых часовых поясах живем никак не получается довести до ума но у меня работает мой собственный этот инструмент вставляем с кушку суда кликаем по поиску и нам выдается товар который к моему не очень удовольствие на волмарте я дроп шипил это будет моя первая покупка с волмарта смотрим 30 это 40 процентов навара нормально нормально идем на волмарт и ну вот наш товар он там внизу есть наличие и будет у меня первая покупка с волмарты про нее я сниму отдельный ролик посмотрим как получится с армении купить на волмарте но думаю с божьей помощью осилим вот пожалуй ребята и все не знаю это не об не сказал что вот это вот мнение эксперта но это то что реально реально было то что над чем я реально над чем смог поработал по уменьшал цены ну и время она идет так что у меня опять же вот смотрите в общем количестве отправок по моему я сказал но еще раз повторю пока мы вот в начале пока мы в начале у нас всего допустим 10-20 продаж и в этих 20 продажах если у нас там две продажи бракованы в том или ином виде отменены или не в срок или что-то там возврат это и что еще хуже да вот клиент вернул то у нас процентное соотношение бракованного обслуживания покупателей 10 процентов если эти же две два случая в двухсот то это уже один процент это меньше влияет хотя тоже влияет так что и опять же вот много вопросов вот сколько продается давайте немного вот так вот поговорим да вот чуть отвлеченно это инструмент эта площадка это способ заработать деньги дано ну amazon и если сравним например шевроле в америке и шевроле в россии там тоже есть линия есть механизмы есть покрасочные ну в общем есть производство на котором выпускаются автомобили есть и менеджмент от шевроле но российский шевроле это не американский шевроле правильно то есть вот такого абсолютного сравнения нельзя делать или допустим ну не знаю за москвича уже вообще молчу озелка тоже там были сборки машин можно перевести наличность на человека на простого ну вот на работягу да есть допустим у одного человека там этот мастерок которым кирпичи класть и другого есть тот же самый мастерок один может сделать приму ровную стеночку выложить другой не может так что абсолютные цифры в данном бизнесе если он живой они неправильно я бы тоже сейчас мог показывать там аккаунты не свои а там дропшиперов которые миллионы зарабатывают ну и что ну и что они могут а мы все мы разные у меня сегодня даже был вопрос у меня нет продаж что делать человек выложил три товара три товара и говорит нет продаж то есть если даже одна продажа была у него был бы 30 процентный результат вы представляете какой это результат если 100 товара выложил значит 30 должно продаваться такого нету так что вот так вот ребята и девчата на этом все всем удачи всем пока с вами был феликс